И в завершении выпуска. Гостеприимный дом Талалаевых вновь распахнул свои двери для творческих людей. В селе Строкино прошла традиционная выставка художественных работ. В ней приняли участие как профессиональные, так и начинающие живописцы. Творческая выставка под названием «Ирисуй мир» проходит в доме Талалаевых уже в пятый раз. Каждым годом здесь меняется не только количество участников, но и программа мероприятия. В этот раз организаторы художественного салона впервые провели мастер-класс для самых маленьких живописцев. Каждый рисует свою подругу, себя, кого угодно, но с красивой прической на красивом фоне. По традиции на открытии выставки пригласили отца Дмитрия, настоятеля храма в селе Строкино и большого друга семьи Талалаевых. После напутственных слов и пожеланий успехов участники приступили к презентации своих работ. Первыми о своих картинах рассказали дети. Мы представляют то, что вместо луны там большой кусок сыра. «Это ангелочек. Я просто хотела попробовать нарисовать человека. И вот пришла такая идея». Хозяйка дома Галина Талалаева рассказала своим гостям о путешествии Ферапонтова. Как и любое яркое событие в жизни, талантливая художница запечатлила воспоминания об этой поездке на холсте. «Здесь моя любимая картина, где Вася Талалаев, там вы его видели, работу «Ветер Талалаев», да? А здесь Вася Талалаев рыбачит, там же в Ферапонтовском монастыре». Смотрит на мир глазами художника и дочь Галины Ивановны. В этом году она впервые показала свои работы на выставке. На написание одной картины Марьяны уходит максимум один час. Очередное творение может появиться спонтанно. «Я люблю путешествовать. Это Индонезия. Я приехала, нарисовала. Я люблю ходить в баню. Переславль – это вообще просто кладезь всего, кладезь человеческих сюжетов. Это Париж. Я ездила на работу и вот просто вот утром приехала, вернулась в Москву и быстренько нарисовала завтрак в Париже». Среди других участников дачного вернисажа можно было встретить известных художников, чьи картины не первый год восхищают своей красотой и неповторимостью. «Я принимаю участие уже четвёртый раз в этом выставке, в салоне выставки. И я вот не был в этом году ни в Нью-Йорке, ни в Париже. Я в Паризане больше колесил. Надо жить в органике творческому человеку с окружающим миром». Любители живописного искусства и люди, делающие первые шаги в этом направлении, признаются, что находиться на одной выставке с такими мастерами для них – большая честь. «Я рисую в районе двух лет, поэтому, в принципе, для меня это всё довольно ещё ново. Ты рисуешь и как будто, не знаю, в другой мир переносишься». Каждый участник выставки в этот день воспользовался возможностью рассказать о себе и о своём творчестве, поделиться советами и планами на будущее и просто пообщаться с единомышленниками. Продолжением творческого дня стало традиционное чаепитие с самоваром, а сопровождала его мелодия русской балалайки. Луизия Гязырян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ Всем привет! Я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.